В 35 километрах от Ак-Тубе хотят начать разведку, а затем и добывать нефть. С жителями села Шамшакалдаяково, на территории которого запланированы эти работы, сегодня во второй раз провели общественные слушания. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. А кто придет после вас? Китайцы придут, американцы придут. Что они будут творить уже? Вот самое главное, что вас не допустить туда. Что вы вообще не знаете, что там под землей? Вторые общественные слушания начались со скандала. Народ не хочет, чтобы в селе вели разведку и добычу нефти. Местные жители уверены, будет высушено крупнейшее водохранилище региона, Каргалинское, откуда воду получают не только для орошения полей и разведения скота, но и весь областной центр. Ведь площадь участка, где хотят вести работу, составляет почти 54 тысячи гектаров земли, что больше площади Ак-Тубе. Ничем хорошим это для простого народа не закончится. Мне 30 лет независимости, нам что платят какие-то дивиденды. Я лично ничего не вижу. Мне 37 лет, я ничего не вижу, никаких дивидендов, выплат, подождите. Ни с нефти, ничего я не вижу. Проектировщики, в свою очередь, настаивают на геолого-разведывательных работах. Основанием для их проведения считают постановление правительства. То дело, которое мы предлагаем, оно очень хорошее, выгодное для всех, мы считаем. И поэтому, я считаю, может быть, мы в прошлый раз не все смогли донести, может быть, не все смогли правильно объяснить. У нас стоит обязательство перед государством, мы должны его выполнять. Чиновники, между тем, уверены, что будет еще одно слушание. По закону проектировщики вправе проводить их до трех раз. Мнение народа будет учтено. Вот именно, потому что люди против. Они не могут получить добро на разведку, не то что на добычу. Но, видите, народ против проведения каких-либо работ. Народ намерен и дальше отстаивать свою позицию. Люди хотят выращивать зерно, упасти скот, развивать хозяйство. Словом, зарабатывать себе на жизнь.